В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день сентября с погоды. В Черкесске без существенных осадков ветер северо-западные 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днем 22-24 градусов тепла. В последний день лета в России отмечается День офицера. И сегодня гость нашей программы – капитан, помощник начальника отделения кадров управления Росгвардии по Карачаевой Черкесии Николай Морозенко. И он расскажет нашему корреспонденту Белли Джозаевой, что повлияло на то, чтобы он связал свою жизнь с служением Родине и каково настоящее, по его мнению, предназначение офицера. Николай, 21 августа – это День офицера в России. Это красивый праздник, и я вас поздравляю с этим вашим профессиональным праздником. И хочу у вас спросить, как у военнослужащего, что для вас, как для военного человека, этот праздник? Спасибо за поздравление. Этот праздник для нас большой, светлый. Каждый стремится в своей жизни из военнослужащих быть офицером. Каждый курсант хочет стать генералом. Как говорится, плохо тот курсант, который не мечтает стать генералом. А так быть офицером – это огромная ответственность. Каждый офицер идет к этому пять лет, живя на казарме, служа в сапогах, проходя курс молодого бойца. В раннем возрасте его отрывают от семьи, от матери. И он начинает уже вести самостоятельную жизнь. И пять лет он стремится к этому. Поэтому для каждого офицера это очень большой и значимый праздник. Николай, расскажите, кто или что повлияло на выбор вот этой профессии? Почему вы стали военным человеком? В первую очередь патриотические фильмы. Пока был в юности, молодой, смотрел. Ну, так сказать, мечта. Мечта существилась. Я не кадровый офицер, я военное училище не заканчивал. Я закончил университет гражданский. И пришла повестка в армию. Призвали на срочку, подписал контракт. И вот с тех пор, уже 15 лет я в армии. В семье, как и отец, и старший брат, оба деда, и фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны. Вот, имеют также и награды. Все, они все. Ну, чтобы так надолго остаться в армии, я единственный. Я знаю, что вы скромничаете и не хотите говорить о том, что вы участник и ветеран военных действий, боевых действий. А сейчас так сложилось, так случилось, что вы работаете в отделе кадров. Насколько вам было тяжело привыкнуть вот к этой рутинной работе после того, что вы вообще видели в этой жизни? В отделении кадров работать это тоже надо уметь. Потому что я отвечу, ну как, не то, что я, а вообще каждый кадровик, он отвечает за подбор. И кого он подберет, кого он назначит на ту или иную должность, он в первую очередь в ответе за это. Вот, поэтому это сложная работа, это постоянная работа с людьми, с документами, с взаимодействующими органами. Это тоже кропотливая работа. Скажите, в чем вы видите свое предназначение как российский офицер? Есть такая профессия – родину защищать. Каждый офицер, если, ну не то, что каждый офицер, а каждый, кто в армии, офицер, он пришел, ну, нету такого, как пойти в такси работать там, пойти там дворником и так далее. Это уже призвание. То есть для каждого офицера это любимая работа, и он идет на работу всегда с радостью, потому что это для него любимая работа. Обращаясь к своим офицерам, коллегам, хотелось бы пожелать им мирного неба над головой, дослужиться до генералов. Николай, я благодарю вас за интервью и еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Успехов вам в работе. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok